друзья всем привет ура я добрался до этой акустики слушайте но были у меня много разных моделей сабвуферов от этого производителя я даже не знал что они выпускают оказывается колонки тоже и тут увидел колонки и думаю а я хочу их и взял и купил что же это за акустика что же за колонки друзья это производитель svs svs достаточно большая у них линейка сабов а вот про акустику я даже как-то и не задумывался значит что представляет из себя эти колонки значит высота достаточно небольшая я точно не помню на ли что-то в районе там 80 85 сантиметров одна колонка значит 4 динамика у каждой колонки но при этом называется это три с половиной полосы значит два низкочастотника по 6 половиной дюймов средний частотник 4 с половиной дюйма и 1 дюймовый металлический twitter значит фильтры стоят sound match у каждого динамика у низкочастотных динамиков у каждого низкочастотного динамика своя отдельная секция у средний частотника по моему тоже вот про средний частотник врать не буду не помню но у каждого низкочастотника точно как отдельная секция и фаза инвертора настроены именно под конкретный элемент а фаза инверторов 2 у каждой колонки 1 и 2 и самые что ни на есть обычные клемки значит весит одна колонка 18 килограмм ну точнее 18 килограмм 200 грамм так заявлено производителем но знаете вот когда я поднимал такое ощущение что там блин все 25 килограмм я не знаю эти 18 килограмм ощущаются как килограмм 25 то есть те цифры которые заявлены вот не знаю потому что как-нибудь ради интереса поставлю на весы но чего-то мне не верится что они весит 18 18 килограмм уж как-то берешь их и чувствуешь такой вес в них ощущается значит параметры акусики сопротивление 8 ом рекомендуемая мощность усилителя а давайте я сейчас гляну еще раз а то я сейчас как начну любить что-нибудь от себя один момент я смотрю точные технические данные до рекомендуемая мощность усилителя от 20 до 250 ватт диапазон частот с 30 герц но это же свс до 25 килогерц и собственно говоря что единственное конечно при всем при этом друзья достаточно низкая чуйка я бы сказал 87 децибел но эта чуйка замерена на диапазоне от 300 герц до 2 килогерц до 3 килогерц от 300 герц до 3 килогерц вот в этом диапазоне чувствительность составляет 87 децибел и слушать мы будем mp3 с телефона но кому не нравится mp3 друзья идите на другие каналы мы пока слушаем mp3 ну прям в чем проблема с дисками дело в том что я предпочитаю слушать ту музыку которая мне нравится а на дисках понимаете там допустим 16 песен записано и дай бог там со всего диска может быть только три-четыре песни которые заходят остальные не нравится после да сколько надо иметь разных дисков чтобы вот это все держать конечно да можно было попытаться скачивать там формате в этот вов или что там еще есть флаг или что-нибудь такое но вот как-то вот не дошел еще до этого может когда-нибудь и доберусь на пока что мы слушаем mp3 и слушаем мы вот на таком усилке концертном yamaha p 4500 аппарат сейчас я буду говорить цифры друзья и они все приблизительные я не будучи смотреть точные параметры они у меня есть но и поэтому я скажу с маленькой погрешностью но так как помню значит это yamaha на счета эстрадных усилок и выдает он 2 по 620 ватт на 4 ома и 2 по 460 или по 480 ватт на 8 омах и в мостовом режиме выдает не помню что-то около киловатта вот память-то девичья но это такой скажем так достаточно старенький усилок то есть я точно не знаю но предполагаю это наверное где-то конец 90-х годов наверное но друзья я не боюсь спалить акустику по одной простой причине а дело в том что мы слушаем с телефона с выходное напряжение где-то 100 150 милливольт а усилку усилка для выдачи вот этих своих параметров то есть например 2 по 600 ватт него должно заходить напряжение по одному вольту то есть поэтому даже выкрутив ручки громкости на максимум мы будем получать выходную мощность в 6 или в 10 раз меньше для того чтобы получить с него полноценную мощность это должен быть либо микшер пульт который увеличивает мощность входного сигнала то есть входное напряжение или это должен быть предварительный усилок который также может увеличивать входное напряжение на вот этот усилок но тем не менее наша задача не слушать громко а просто послушать акустику а так как я этот усилок давно не использовал то подумал а почему бы и не побаловаться то есть в принципе друзья эстрадный усилок запросто можно использовать домашних условиях то есть даже без всяких микшер пультов при дворе предварительных усилков просто вы не получите с него его скажем всю мощь но тем не менее для ну то есть и того что есть я скажу для обычных условиях вполне вполне достаточно я бы даже на всю вот в этом положении в этой ситуации слушайте не стал бы вот и так а как идет сзади подсоединение что вот как концертный странный усилок использовать дома ну у данной ямахи клеммы выход идут обычные вот такие вот и входы видите у меня стоят переходники стоит два переходника идет обычный будут заходят обычные колокольчики вот ну что друзья все и режим там сзади выставлено усилки стерео насколько я помню а я давайте просто послушаем разную-разную музыку совершенно разную музыка и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я убит под Оржевом В безымянном болоте В пятой роте на левом При жестоком налете Я не слышал разрыва Я не видел дым вспышки Словно в пропасть с обрыва Где ни дна, ни покрышки И во всем этом мире До конца его дней Ни петлички, ни лычки С кем на стенке моей Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну и под конец проведу вам просто такую сравнительную, как сказать, показательную темку. То есть выставляем громкость наполовину. Громкость на телефоне стоит на максимум. И вот на этой половине регулятора громкости я вам покажу, как громко будет играть телефон. Я не буду замерять, вы просто по слуху сами определите. И потом включу какую-нибудь одну песню с DVD-шника на той же самой половине громкости. Чтобы вы сами попробовали услышать разницу. Чтобы вам было понятно, что у DVD-шника, например, у CD-шника выходное напряжение 250 мВ. У телефона где-то 100-150 мВ. А у Yamaha рабочее напряжение 1 В. Итак, давайте сперва ставим песню с телефона. Погнали! Так, теперь та же самая половина. Но, друзья, CD-шника, слушайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, что я хотел сказать. Вот на телефоне мы могли выкручивать на три четверти вот сюда. Играло так вот. Ну, громко как бы, но не так, чтобы. Друзья, но CD-шника вот на половине, блин, это уже реальный дискач. То есть вот вам и 250 мВ против выходного сигнала с телефона. Сейчас я... Чик-чик-тут. Вот эта песня тихая, здесь можно добавить. Может, смело на половину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА